Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд и в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр! Здравия желаю всем! Полковник российской армии Александр Глушенко. Привет, сын! Здравствуйте, товарищи! Ну и с вами старший лейтенант Пиджак или, как мы уже с вами привыкли по-зулубски Исихулу и Сихерзулу Юрий Гемельфар. Но у нас сегодня с вами, дорогие друзья, очень важные вопросы, которые произошли на минувшей неделе. Ну, вначале это, разумеется, тема о том, как первый канал российского телевидения обвинил Дональда Фредовича Трампа в разработке коронавируса. Вот, позвольте цитату. Как сказал телеведущий Кирилл Клеймёнов, берем слово «корона», а чем раньше занимался Трамп? Правильно, раздавал короны на конкурсе красоты. То есть, у меня тогда вопрос к представителю американской военщины. Юр, скажи, пожалуйста, зачем Дональд Фредович Трамп такой злой? Зачем как собака? Нет, ну молодец парень, слушай, он не только вообще, вот, допустим, там, Обама, он только в подъездах писал, там, да, Крысиян. Ну да. А вот что, тоже чмо оказалось? Они не того поставили нам? Ну, вот так вот. Как они поставили, он работал над коронавирусом, и обратно оказалось, что он против россиян, сделал против кинетические, выстрелил так, что через китайцев он попадает в Россию. А зачем китайцев пускает, и он уже до Урала одни китайцы? Ну, Трамп, наверное, пускает, как же, вот ведь что получается. Кто и пускает. Он умер, а точка какая, умный мужик, получается. Он сначала изучил ситуацию, как закинуть этот вирус удобнее в Россию, подумал, что через китайцев кто еще так много ездит в Россию. Сначала придумать, кто заселяет Россию. Китайцы. Или, может быть, или, а может быть, наоборот, может быть, они сначала хотели так от китайцев отделаться, чтобы на Россию они... Ну, и заселяли. И наш человек, засланный Путиным человек в Америку, он из него сделал президентом. Вот изобрел этот коронавирус. А потом оказалось, что генетически так разработали, что генетически китайцы и русские близко. И все. Да, революбарин. Ну да, особенно если вот так вот будут руками делать. Это просто на прищуриного еврея похоже. Да, но... Что же я давно иезраитянам говорил, вы что, не можете придумать какое-нибудь биологическое оружие, чтобы этих палестинцев всех дрохнуть и все, и решить проблему. У нас навсегда. Они говорят, придумать-то можем, и мы генетически к ним так близки, чтобы она по самим ударит это все. А, не додумались. Да, но тут и другое получилось. Вот тоже на минувшей неделе как раз вот мы сейчас подходим к национально-генетическому вопросу. Дело в том, что за дело взялось РПЦ. А именно... А там лишний хромосом уже сразу. Ну да, тут отличился на минувшей неделе известный деятель современной науки прокто-еврей Дмитрий Смирнов. Ой, или он не еврей. Не, он... А, он иерей. Прокто-иерей. Ой, не, он не прокто. А, все, вспомнил. Он прото-иерей. Вообще, какие там в РПЦ тяжелые звания? Прокто-иерей, я сначала подумал, ты о проктологии говорил в церкви. Не, тут понимаешь... Сразу появляется идея, куда свечку ставить можно. Это понятно. Сейчас отключат за оскорбление. Да мы никого не оскорбляем. Мы как раз хотим упростить. Ведь, смотри, что получается. Вот надо им ввести звание, как в армии. Тогда все будет понятно. Тем более, вот смотри. Правильно. Если мы принимаем, что римский папа это генералиссимус. Вселенский патриарх константинопольский это маршал Советского Союза, типа того. Тогда смотрите, что получается. Патриарх это генерал армии. Или, как мы уже с вами раньше выясняли, по-зулузски это будет Ебуто-Джекилеле. То есть Владимир Михайлович Гундяев у нас получается Ебуто-Джекилеле. Но давайте мы пойдем дальше. Вот следующий. Викарий это генерал-полковник. Митрополит это генерал-лейтенант. Архиепископ это как генерал-майор. Епископ это полковник. То есть у нас, кстати говоря, что получается. Юр, ты морской епископ, а ты сухопутный епископ. Идем дальше. Прото-иерей это подполковник. Ну как Владимир Владимирович Питер. Да. Иерей это майор. Дальше. Игумен это капитан. Архимандрит это старший лейтенант. То есть я получается архимандрит-пиджак. Иеромонах это лейтенант. А хоть ты мандрит. Архимандрит. Ну как старший лейтенант. Нет, все правильно, все правильно. Архидьякон это старший прапорщик. Иеродьякон это прапорщик. Протодьякон это сержант. Ну а дьякон получается ефрейтор. То есть, Сань, твой кот получается тише. Это дьякон. Ну нормально, хорошо. Нет, ну что, он обоссался правильно. А я бы ему больше дал звания. Я бы ему больше дал звания. Но полковник имеет право только ефрейторов присваивать. У нас в российской армии сержант уже генерал должен присваиваться. О. Да. Но, вот мы вернемся к господину Смирнову. К нашему подполковнику РПЦ. Он на минувшей неделе потребовал запретить интернет для россиян младше 21 года. А также заявил, что средневековье это был лучший период в истории человечества. А также он предложил закрепить в Конституции государство, образующую роль русских. Вот. Это, я считаю, очень интересная такая инновация. Но. Я так понимаю, что никто из нас в Конституцию не попадает, что ли? Да, вот так оно и получается. Но тут его в этом плане, я же сказал, мы сейчас подойдем к национальному вопросу. В этом отношении его поддержала самая красивая прокурорша Наталья Поклонская. Она заказала свой генетический тест для того, чтобы выявить свою национальность. Настоящую национальность. Ну, правда, мне это, честно говоря, напоминает старый советский анекдот о том, как выясняли, какой национальности был Буратино. В результате выяснили, что... Не может быть. Да, может. В результате выяснилось, что Буратино был еврей. Он, во-первых, во-первых, он очень хитрый. Чувствовал сердцем, чувствовал. Он наглый, как израильская военщина. И, в-третьих, он был сделан путем обрезания полена. Ну... Ну, а и нос большой. Да, ну, точно. Вот. Ну... Нет, ну, вот я вот, по-честному, эту инициативу нашего подполковника РПЦ, господина Смирнова, я ее категорически поддерживаю. Если, например, вот эти офицера, они пересядут своих майбахов на телеги, будут одеваться в рубище и заодно выбраться свои брендовые часы. Вот так, категорически поддерживаю, Сань. Ты как? И еще мыться не будем. Да, это будет. Потому что у них там были такие, как это у них, обед, что ли, называется, или послушание, что несколько лет, допустим, монах, отшельник, мог несколько лет не мыться, пока на нем опарыши не заводились. Хотя, может, вот так... Ну, а теперь нам в лень чесаться. Да, 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 да. Вот, разводили на себя опарыши. Потом, может быть, они... Потому что они рыбачи, они даже... Да, может быть, да. Точно, это однозначно, это правильно. Хоть рыбу ловит на это дело, все, младцы. Вот, компьютеры, конечно, для 21 года запрещать надо в любом случае, это однозначно. Я просто вот сейчас начинаю нервничать из-за поклонности. Вот чувствую сердцем, чувствую сердцем, что-то там нечистое. Сейчас придет ее генетический тест, Путин умрет, ее отдадут под суд, скажут, что она еврейка и, пожалуйста, вызравим меня. О, господи. Вот только ее нам тут и не хватало. О, понял. А так эта девушка симпатичная. Да, я не то слово говорю. Она очень симпатичная девочка. И больше того, японцы, они же сказали, что вот эта няш-мяш, это самый красивый прокурор в мире. Ну, в Израиле это не прокатит, конечно, она там долго не продержится. Наши-то, наши-то, женщины суровые, понимаешь, они ее-то там могут по стенке размазать. А, не, ну могут. Мол, самим мужиков мало, еще ты приперлась. Да. А тебя-то давно все хотят. В этом отношении согласен полностью. Но тут ведь, вот еще в чем дело. Вот тут опять, Юр, к тебе вопрос. Дело в том, что в Сирии замочили очередных их там нетов. Вот как считаешь, тут опять евреи виноваты? Почему опять? Ну, ничего не виноваты. Чего опять? Всегда виноваты. Там даже на фоне вот этих событий, вот, во-первых, по самим событиям, связанных с гибелью, их там нетов, так называемых. Но уже пришла информация посредством, в прессе, что четыре снайпера, которые обеспечивали работу каких-то серьезных переговоров. Россиянские переговоры. Ну, как же переговоры, когда четыре снайпера обеспечивают? Ну, вот они чем-то погибли. Ну, далее построенные переговоры. Да, ну, самое, что удивительное, вот, Юр, хочу посоветоваться. Почему-то снайперы оказались два майора и два капитана. У нас в реальном штате, да, я, когда у меня в бригаде была снайперская рота, одна снайперская пара, это, значит, один ефрейтор, ну, в крайнем случае, сержант, и его помощник, второй номер этого снайперской пары. Еще никаких майоров, капитанов не было, но задачи выполняли отлично. Такие вопросы задаешь, у нас в снайпера сержанты, ну, потому что их обучать долго, а по времени им надо. А тут, тут, майор, это там. Работальеру, наверное, надо вынешку иметь, и они сержанты, им чуть больше денег, чтобы давать. А, ну, а так, а что, я в России вообще видел, когда там майор стоял, ворота открывал. А, ну, а интересно, у Путина-то в каком звании шофер, например, ну, не иначе, как генерал-лейтенант, наверное, или как? А он что, сам не водит машину? Ну, может, и водит. Ну, я тебе скажу, еще вот в милиции было очень так, вот в милиции было очень. Тоже вот я и помню, в начале 90-х, я не привык же к этому, я приехал, и на первый раз в Россию. Едем, а там стоит майор с палкой, что-то машину откроет, проверяет какие-то документы. Майор, капитан, старший лейтенант, мне бы хотелось выйти из машины и сказать, товарищ майор, а кто вашим батальоном командует, пока вы здесь стоите? Или кто начальник штаба полка, если вы здесь вот этой херней занимаетесь, понимаете? Это что, обязательно целый майор? Один раз там мой знакомый, мы ехали в машине, он майору дал, ну, на те деньги 3 доллара взятку. Потому что тогда вы же сумасшедший, Евгений. Для меня я хотел выйти из машины и сорвать с него погоны, как он мог видеть, сказать, как не стыдно, никакой чести во сне. Ну, этот дядька мне дал под закрытый, и сказал, сиди, щенок, не двигайся. Так у нас тут работает. Я говорю, почему же майор? Я вообще переживал, что майор, я только должны были летать капитану 3 рангу. Ну, вот, и странно все это для меня было. Один раз, я вот тогда еще им объяснял разницу, они потом в 2010 году стали в России менять, значит, милицию на полицию. Я помню, я ехал в машине, и возле Кремля я никуда поехал, ну, я против движения поехал, повернул не в ту сторону, потому что я не мог понять, как мне там поставить машину на стоянку. Ну, и бигжик там какой-то старший лейтенант, старшина, и я говорю, ты что делаешь, придурок, разорачка, что ты сделаешь, ну, давай документы. И они начинают меня чмырить, значит, начинают меня эту педовщину не устраивать. Я вышел из машины, закрыл ее, поставил. А у меня же дипломатические номера, они смотрят, они видят, что ничего. Это чего, я говорю, слушай, во-первых, на вы, во-вторых, я говорю, что вы разорались-то. Видите, что я не понял, куда я еду, что я заблудился, что я ненарочно это делаю. Что вы тут, документы, вложи. Я говорю, ну вот, я говорю, ну, что дальше там, там, вот. Они говорят, бирай машину отсюда, я говорю, сам убирай. Человек, вы не подчиняетесь офицеру в правоохранительных чего-то органах. Я говорю, ты в органах, но не в правоохранительных. Ты тебе до офицера, я говорю, как мне до луны, идиоты. Я говорю, менты, я говорю, богат, что я на них тоже наехал. На них обратно. Они по номерам разбираются, в каком отделе в посольстве кто служит. И там 0,04 это Америка, а следующий номер отдел. Следующая цифра. Они по этой цифре говорят, а, вы военный человек, я не знаю, как подчиняться, я говорю, я-то знаю, как подчиняться, я-то знаю, как приказано их давать. Вы не знаете, я говорю, вы не знаете разных менты. Черт, вы налепили на себя в офицерские погоны. Ну, что-то у нас там слово за слово пошло. Они говорят, не имея Т, а полиция. Я говорю, вам полиции тоже, как это офицеры. Примерно такое же расстояние. Я говорю, потому что полиция, она создана для того, чтобы, вот милиция, она создана для того, чтобы поймать и наказать. Поймать и наказать преступника. А полиция, это помочь человеку выйти из трудного положения. Это предотвратить, чтобы он не нарушил ничего. Чтобы он не нарушил ни закон, ни порядок, ни правила. А вы сразу, я говорю, сразу на человека налетаете и его в расход заставляете. Я говорю, вы считаете, это вообще в офицерских погонах. Вам честь дает какую-то, или может доблесть какую-то. И вы смелые очень. И в общем, машина здесь будет стоять, пока я не закончу. Ну, конечно, она стояла, они ее трогать не могут. Как будто она и стояла. Не, ну, Юр, ты сейчас оскорбленул Глушенко по самой помидоры. Потому что дело в том, что офицеры могут быть по закону России только в армии. А в полиции начальствующий состав. Поэтому они такие же офицеры, как Ямао Цзэду. А что Глушенко-то и обидел? Он был уже офицер. А он офицер сухопутных войск. Он действительно офицер. А что я его оскорбил? Я говорю, что у нас в полиции, например, тоже есть звание. Там в ФБР, в ЦРУ у нас иногда говорят. Это сказал там полковник ЦРУ. Нет у нас полковников в ЦРУ. И лейтенантов нет, и сержантов нет. И в ФБР у нас нет. Это гражданские лица. У них есть там свои какие-то градации. Но званий военских у них нет. У нас воинские звания только есть у полиции и у военных. Но у полиции у нас там капитан полиции. Это начальный командир всей полиции города. В основном у нас рядовые полицейские. Иногда можно увидеть сержанта, которые объезжают. И смотрят на большие парады или еще что-то. Помню фильм прекрасный. Детектив про лейтенанта Коломбо. Вспоминаю там этому лейтенанту на вид лет шестьдесят. Которого Питера Файка. Прекрасный артист. Просто лейтенант. Ну а у нас начальник полиции города. То есть начальник ГУВД. Это по-моему генерал-майор, Сань. Начальник ГУВД области генерал-лейтенант. У него первый зам генерал-майор. УВД города полковник. Полковник. Ну. И в каждом районе города по полковнику. Вот шесть районов, шесть полковников. А сейчас вообще в России много раз. Я вот помню, я заходил в какое-то там управление ЖЭКом. Или что-то там. В генеральской форме какой-то мужик и тетка какая-то. Тоже в генеральской. Ну форма не военная. Она какая-то голубая такая. Или синяя. Ну сейчас все в форме. Все там эти. И железнодорожники, и почтальоны. Все. Да, да, да. А я считаю, что это правильно. Да. Они ее почему-то не носят. На фотках они отдали. Правильно. Потому что каждый знает, кто он такой есть. Когда ходишь там по улице, или в машине, в корейке. Там сколько у тебя опасных. Ну, как писал Козьма Прудков, если бы не было мундиров, как бы мы различали служебные ведомства? Ну да. Учителям надо дать еще мундиры. И желательно шпоры там. А эмблемы, эмблемы, например, птичка. В зависимости от того предмета, который ты преподаешь. Допустим, ну там, у русский язык, литература, там, книжка открытая. В математике там какой-нибудь символ математический, допустим. А есть ли физиология? Интеграл. Ну, если биологию, часы. Часы. Как в том анекдоте. А, физиологию часы, да? Да. Понятно. Как в том анекдоте. Мужик, у мужика в Одессе сломались часы. Он идет, смотрит, ну, висит там бублик. Это булочная. Висит башмак. Это там обувной магазин. Идет дальше. Видите, висят часы. Он заходит, смотрит, это синагога, стоят евреи, ведут умные разговоры. Он говорит, я бы хотел отремонтировать часы. Ему говорят, простите, мы не ремонтируем часы. А что вы делаете? Мы делаем обрезание. Простите, а зачем вы повесили над входом часы? Простите, а что бы вы хотели, чтобы мы там повесили? Ну вот. А что бы вы хотели, чтобы мы там? Вот именно. Тогда у них чем, биологию, и подавать им будут часы. Да. Не биологию, а физиологию, да. Правильно. Но это означает, что в России-то, Юр, лучше. И вот в этом отношении российские чиновники вам помогут. Это написала парламентская газета, то есть официальный орган правительства, о том, что теперь сформирована спецгруппа из чиновников российских, которые будут лично убеждать соотечественников, проживающих за рубежом, переехать в Российскую Федерацию. То есть вот, что ты поперхнулся. То есть теперь, Сань, надо было ехать и убеждать Юру. Мы будем ждать теперь. У меня переклинило. Сразу вспоминается анекдот старинный, старинный. Большинство его знает, но я напомню, когда Вовочка, этот герой наших анекдотов школьных, приходит в школу и говорит, Марья Ивановна, мы всей семьей уезжаем в Америку. А как так? Зачем? Почему? Да у нас там обнаружился дедушка или прадедушка, миллионер или миллиардер, ему совсем плохо. Он ослеп, оглох, один, деньги есть, все, жилье есть, а ухаживать за ним некому, поэтому мама с папой решили всей семьей переехать туда, в Америку. А на как? Он же миллионер, миллиардер, ну так давайте пусть он привозит свои деньги сюда, построит нам в школе спортзал новый, бассейн откроет там, стадион. И понимаешь, как хорошо будет всем нашим детишкам? Ну пусть живет в России. А Вовочка говорит, вы знаете, я же вам объяснял, Марья Ивановна, дедушка, ну, ослеп. Он немножко оглох, но он же еще не охренел, ну, поймите. Да, то есть, Юр, ты охренел или не охренел? Вот ты ответь. Ты поедешь в Россию? Ну, понимаешь как, я бы, наверное, поехал. Но вот исторически смотря, уже вроде бы там в 30-е годы рванули обратно. Ну, жалко, конечно, всех расстреляли потом. Потом всех расстреляли, посадили. Ну, в общем, никто и не выжил из них. Потом, кроме Познера, Познер выжил. Или он в 40-е годы, а он, не, он, по-моему, послевоенные годы. Послевоенные. Выжил Алексей Толстой. Да, Толстой, в общем, вот эта элита выживает таким-то образом. А потом, после войны тоже, там, вот эти, которые были в плену, которых там на работу угоняли людей, тоже многих из них уговорили, что надо на родину обратно, родина зовет, надо ее поднимать. Надо все, а мне тоже поехали обратно. Я в этот раз думаю, я не поеду, потому что этот раз тоже всех расстреляют, потому что Бог любит троицу. А вот на четвертый раз, может быть, и поеду. Ага. Понимаешь? То есть на тех, кто поедет сейчас, ты как на кошках потренируешься. Ну, посмотрит, да, потому что Бог любит троицу, это будет третий раз. Понимаешь? А на четвертый раз уже, может быть, можно на эти грабли наступить, потому что палку уже, может быть, сломали об лоб, который бьет по лбу. А вот на четвертый раз, я думаю, может быть, получится. Сейчас третий раз, Меги Мельфар, мы пока здесь сидим. Да, да. Пусть, кого, я не знаю, может, может, пусть армяне первые пойдут. Ну, может быть. Все равно. Ну, если что, я вам расскажу, какие настроения там вылетят у нас. Я же здесь обслеживаю обстановку. Мне будут сообщать, говорить, будут расстреливать, не будут. Я буду там рассказывать. Ты будешь предупреждать? Ну, конечно. Я еще думаю, тут, конечно, опасно, потому что... Как бы эти, кого послали агитировать, чтобы возвращались, не остались? Да. Такое же тоже может быть. Тоже. Я, если что, я как этот, профессору Плещнеру поставлю горшок с цветами на подоконник. Это вам будет сигнал. Знаешь, у меня близкий друг, такой самый мне близкий человек. Он, ну, такой, не родной, можно сказать, да, даже ближе. Он, извините за выражение, не к столу будет сказано, чеченец. Ну, в общем, да, бывает такое, да. И как-то приехал он с семьей ко мне в Майами отдыхали. Я с женой приехал, и вот я встаю утром, там, и яичко, там, и такое, и такое, и кофе, и чай, все убран. Все ботинки вот по росту построены, не знаю, что так стоят, все чисто. Жена подходит, современная семья абсолютно. Никаких там горских замашек этих традиций есть, но очень современные. Современные люди, дети хорошие, образованные. И я говорю, вот это, вот это не еврейская жена, не еврейская жена, понимаешь, как ни к руки, нет. Потому что там, допустим, моя жена говорит, Юр, чай хочешь? Я говорю, да, кстати, у нее день рождения, что там было. О, поздравляю. Я говорю, поздравляю, чай. Она говорит, у меня моя жена, например, еврейская, чай хочешь? Я говорю, хочу. Она говорит, ну, тогда пойди поставь, сделай чай и мне налей тоже. Ну, есть, у каждой, видимо, есть оттенки, есть акценты. И вот у него в семье тоже есть акценты. Где жена очень уважительно относится к мужу, там, на вы называют, понимаешь. Потому что она же не скажет, вы дура, или вы едики. А еврейская жена может завтра сказать, эй, ты, что ты тут расселся, слазь с дивана и не там, примирись. Вот. И я говорю, слушай, а давай мы в Чечне сделаем лагерь. У него там дом отдыха. Я говорю, мы твой дом отдыха перестроим в такой лагерь, куда евреи смогут отправлять своих жен на перевоспитание. И я своим еврейским друзьям говорю. Они говорят, да, идея гениальная. Давай все делаем. Мы там на месяц, на два, на три своих жен отправляем туда. Они живут с чеченскими мужиками. И потом они возвращаются к нам, и картина маслом. Все. Бизнес вот такой, скажи. Да, точно. А я жена послушала это. И говорит моему другу. А вы не боитесь, что ваши мужики, которые будут перевоспитывать чеченские воины, войнахи, станут после этого перевоспитания еврейскими дружьями? Может, может, и возвраточка пойти. Поэтому очень опасно. Вот они их пошлют, чтобы они зазывали всех. А просто сами там останутся. Есть такая. Поэтому я не знаю, кого тогда... Ну, при Берии понятно, кого бы под расстрел отдали, пристали. А сейчас кого, кто ответственный за это? Министерство иностранных дел? Да тут уж трудно сказать, кого. Но вполне возможно, они будут как... Дело в том, что в России постоянно не хватает чиновников. Их больше и больше, но все равно не хватает. Поэтому будет отдельное министерство по репатриации, или реиммиграции, или как там там называется, или натурализации. В Израиле же есть служба натурализации? Ну, есть. Ну, там и в Израиле их несколько... Репатриации сделают. Они будут ездить по всему миру, в загранкомандировки, жить в дорогих отелях, вызывать к себе россиян, которые бывшие... Не, а слушай, а вот смотри. Вот надо сейчас, я думаю, поклонски там и всем сейчас такое предложение у меня есть. Вот зачем мне ехать обратно? Давай они меня на эту работу возьмут здесь. Я же живу здесь. Правильно. Чтобы меня не таскать туда-обратно. Они меня берут. Я живу в дорогих гостиницах. Я живу на дорогой машине. Ну, за вашу счет. Ну, это... Как чиновник. У тебя хорошую зарплату. И говорю, ребята, езжайте обратно в Россию. Там лучше. Ну, пацаны, ну, ну, понятное же дело, что там лучше. Я тебе скажу, есть такие люди. У нас же есть много людей. И в Израиле, и много. Да есть. Юра, я тоже готов на такую работу. Вот, они берут нас на работу. Не надо вот эти лишние расходы нас туда-обратно катать. Что мы сейчас поедем в Россию и вернемся. Они уже готовы. Они уже на всем готовы. Мы на всем готовы. Знаешь, я был у нас вот там, в русской базе. У нас в русской базе там идет такое небольшое разделение. Вернее, большое разделение. Раньше шло разделение у нас на пророссийских и проукраинских. Да я ходил, ну, на пророссийский день. Что, ну, чтоб драки там не было. А сейчас разделились на пророссийский, проукраинский, протрамповский и антитрамповский. Поэтому очень начинается сложность. Начинается, ну, в общем, я попал в пророссийский день. Попал я в пророссийский день. И еще он был антитрамповский. В общем, я не в свою тусовку ввелся. Ну, думаю, уже же оплачено. Морды, конечно, не обезображены интеллектом. Себя в этой бане. Вот. И сижу, ну, уже, конечно, вытюжил. И сижу, значит, в бане. Смелости прибавилось. Потом все же меня знают. Да? И я, говорю, сижу, ну, не пальцем потыкать. Кто-то подходит, кто-то пожимает руку. Кто-то отворачивается. Ну, и один мужик говорит, так, демонстративно. Да, в Америке жить лучше. Но в России правильнее. Интересно. А я говорю, чего ты в Америке живешь тогда? Лежать, говорит, тут лучше жить. Там просто правильнее, духовнее. Там скрепы есть. Ну, я там расхаракорился, потом, конечно, меня успокоил. Поэтому вот таких можно сразу паковать и отправлять обратно. У нас их тоже много. Много. Ну, а вот, когда Юра ведет свою по четвергам передачу для чикагцев, на чикагском радио, иногда я в ней участвую. Да. Мужчина, я сейчас отвечать на вопрос в конце передачи, обычно, вот, общение прям по радио идет с людьми. Там такие ватники вылазят, такие упреки сыпят. Их действительно хочется сказать. А на канадском, по-моему, на канадском в Ванкувере не выступал никогда? Нет. Вот на канадском в Ванкувере я когда? Это вообще, это вообще капец. Я еще думаю, они откуда, я должен их пересправить, вы откуда звоните? Из Канады, что ли? Я говорю, как сказать, зачем? Вот я бы в Иране не жил. Я не понимаю, зачем вы в Канаде живете? Вот я считаю, что Иран, там, плохая страна, там, плохо жить. Да, люди, там, может быть, нормальные, вот эти обыкновенные. А я в этой стране не жил. Зачем же вы живете, вот, в Канаде, там, или в Америке? Это же, ну, как в Иране для вас. Для меня в Иране. Или в Судане, там, в Зимбабве. Вот, непонятно. Вот таких, да, таких надо сразу отправлять обратно. Я думаю, что мы сможем сработаться. Да. Так что надо дать, надо дать предложение. Куда, куда нам отправлять? Дорогие друзья. Подожди. Дорогие. Тут, надо так. Будет подгоняться боржа с решетками на окнах. Все туда садятся в трюм. И сразу в Магадан, через вот этот пролив, как он там, Берингов. Да. Там всего 80 километров до Чукотки, там дальше. 80 километров, так можно же пешком их прогнать. Ну, и что, зимой пойду. Да. Ну, да, пойду зимой. Ну, летом скапливаем их. Летом шар собираем в Майами. Да. Потом на Аляску. И пехом, в колоннах, шагом марш. И сразу в Магадане они уже оказались, все нормально. Да. Согласен полностью. Я считаю, что работа не пыльная. Я считаю, что мы справимся с Гемельфаром. Да. Соглашусь. Ребят, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Итак, друзья, с вами были капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Вердалу вашему. Полковник российской армии Александр Глушенко. Вольно садись. И старший лейтенант Пиджак Юрий Гемельфар. Но я ж как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нерашворд. До встречи через неделю. Пока.